И вот Борисов такой есть, вице-премьер, потребовал от Роскосмоса оздоровить космическую отрасль. Но я прикалывался над этим, представляете, вот как можно, представляете, есть мертвец, который называется путинская Россия, такой разложившийся, вонючий, просто мертвец. И вот у этого мертвеца есть там накаток на мизинце, да, это Роскосмос. И вот Борисов говорит, а давайте оздоровим накаток на пальчики вот этого мертвеца, вонючего, какой-нибудь получится. Даже Христос Лазаря целиком оживлял, нельзя оживить там кусок мертвецчины, чтобы это стало живым, да, абсурд. Поэтому, конечно, нужно начинать с государства Эрефия. То есть, вначале государство Эрефия должно прекратить свое существование, да, а потом уже будем оживлять страну. Включая Роскосмос, но он, конечно, будет по-другому называться, и все на свете. Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии. Меня спрашивают, почему я не особенно это комментирую. Ну, представьте, одного путинского заменят на другого путинского. Что тут комментировать? Туда Сурков уже приехал, они там обсуждают какие-то с ДНР, ЛНР с одной стороны и с другой стороны. Ну, что там обсуждать? Ну, это как смена губернатора в какой-нибудь там провинции российской. Путин поменял одного губернатора на другого. Сколько людей посадили, наверное, вы хотели написать из-за вас. Ни одного человека из-за меня не посадили. Вот представьте себе ситуацию. Вот, ну, огромное количество еврейских центров по миру, да? И какие-то террористы, злодеи абсолютные решили взорвать. Ну, как в Турции, да? Ну, взорвали в Турции два еврейских центра. Убили и ранили огромное количество неевреев. И вот те люди, которые смотрят со стороны и переживают за убитых и раненых, они говорят, евреи виноваты в том, что их взорвали. Ну, это вот такая же логика у вас. Абсолютно такая же. Да? Мальцев виноват. То есть, Мальцева пытались торпедировать, Мальцева пытались посадить. В результате попутно посадили кучу народа. Да? Виноват в этом Мальцев. Что ж, я должен был сдаться, чтобы меня посадили, что ли? Да нахера мне это нужно? Это виноват командир партизанского отряда в том, что партизан поймали и повесили. Артист тоже мне, бля. Виноват. Виноват Вова Путин. Виноват ты, что такой козел, понимаешь? И не понимаешь, как устроен этот мир. Виновных ты ищешь. Конечно, легко искать виновного в Мальцеве. Потому что, если виновного ты найдешь в Путине, и во всей его системе, в ФСБ, она придется с этим как-то жить и что-то делать. Да, и можно, конечно, жить как подонок и мерзавец, язык засунуть в жопу и молчать. Можно, конечно, как герой поступить, да, как тот судья, помнишь? Вот как-то надо выбирать, что, какой у тебя путь. Ну, ты выбрал другой путь, путь закрытых глаз. Это самый лучший путь для подонка, для мерзавца и труса. Закрыть глаза и говорить, я этого не вижу, это не так. Закрыть глаза и труса.